Теме спорта на этой неделе В обнинске теме спорта уделяется большое внимание. Дворец спорта «Олимп», многочисленные детско-юношеские спортивные школы, лыжероллерная трасса, площадки, оборудованные тренажерами – все это составляет прекрасную базу для занятий спортом. На еженедельной планерке глава администрации города Владислав Шапша подчеркнул, что в обнинске на вопросы спорта ежегодно выделяется более 75 миллионов рублей, а в год празднования 60-летия города в здании спортивного комплекса «Олимп» был открыт музей, посвященный истории развития спорта в обнинске, площадь которую занимают экспонаты – 200 квадратных метров. Ранее они хранились в фондах городского музея, но из-за ограниченности музейных посещений не было возможности организовать достойную выставку и показать большое количество спортивных достижений наукограда. Сейчас в «Олимпе» расположена экспозиция, позволяющая продемонстрировать всю полноту заслуг наших обнинских спортсменов – награды, медали, кубки, фотографии и документы. Экспозиция, которая существует сейчас, она существует примерно в течение года. Мы по ней разработали сейчас экскурсионную программу, ведем экскурсии для города. По четвергам и субботам можно посетить эти экскурсии. Фод свободный. По вторникам мы работаем со школьниками, учащимися в спортивных школах и учащимися в средних общеобразовательных школах города. Также разрабатываются сейчас для разных возрастов экскурсионные программы. Мы представляем историю спорта с 1947 года, когда еще и города не было, но был уже секретный объект лаборатории В. И приказом начальника объекта выявили. В 1947 году в поселке Шацкое Морославского района был создан спортивный коллектив спортивного общества «Динамо». И вот с этого начался «Обнинский спорт» и до нынешнего времени мы показываем историю спортивных школ города, которые у нас на данный момент существуют, и развитие различных видов спорта различных федераций. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Продолжение следует...